Территория убрана, фасад ремонтируется в общей стилистике. Рядом вазоны с цветами, образец содержания здания. В таком виде должны находиться все объекты потребительского рынка Самары. Но есть и другие примеры. Все те же павильоны из металлоконструкции. В начале 90-х они воспринимались как достижение рынка. Теперь все это превратилось в базар в центре города. Настало время наводить порядок. Ну а по поводу приведения фасадов, ликвидации лишней рекламы. Это вот комплексно. Заходим в каждый объект потребительского рынка и рассказываем, что наш город приближается к чемпионату мира 2018 по футболу. Вот это задача, которая стоит в целом сейчас перед нами и перед объектами потребительского рынка. Привести все в соответствии, чтобы стоял дом одним цветом. А названия вывески были очень аккуратно, гармонично. Ленинский район – исторический центр города. Здесь будет гостевой маршрут к чемпионату мира по футболу. Во время очередного рейда специалисты осмотрели масштабы работ, которые предстоят, чтобы все привести в порядок. А это и вовсе вопиющий факт. Безо всякого разрешения фирма печет пирожки неизвестного качества. Даются сутки, чтобы сотрудники покинули помещение. Со временем всю уличную торговлю приведут в цивилизованный вид. В программе «Максимум» мы стремимся к тому, что объектов потреб рынка, вот в смысле киосков, на центральных улицах, по крайней мере, города, не должно быть вообще. Обеспечение торговыми площадями у нас высокое в городе. Мы должны приходить к цивилизованному форму торговли. И, конечно, хотелось бы, чтобы предприниматели, занимающиеся торговлей той или иной, думали не только о том, что нужно зарабатывать, думали о том, что существует внешний вид города, в котором они сами и живут. В ближайшее время все объекты потребительского рынка должны быть упорядочены, а каждый предприниматель должен знать, что город существует не для того, чтобы на нем зарабатывали, а для комфортной жизни. Иначе говоря, не человек для рынка, а рынок для человека. Олег Зверев, Станислав Левин. События.